Небольшая такая проездочка тренировочная. Доехали до дельфинария Набский океанариум. Сегодня здесь не так уж и много людей. Хочу заехать в парк военной техники, показать, как он выглядит, и сейчас там строится новая очередь экопарка. Все, проехав с Панерского проспекта по улице Кольцевой в сторону Симферопольского шоссе, мы как раз приехали к экопарку. Здесь идет оземенение полномасштабное. Ребята, работают. Би-би-би-би-би. Спасибо. Чуть не задавили. И посмотрите, какую красоту делают, а. Сколько деревьев. Вот, интересует, что с туалетом. Так, зеленые флажки, работают или нет. Сейчас глянем. Вау. Ребят, это просто вау. Вот это ландшафтные изменения здесь. Смотрим на туалет. Открыт. Отлично. Еще один. Пожалуйста, бесплатные туалеты работают. Все отключится. Шикарно, я считаю. Вот это я не зря приехал. Просто прокатиться, размяться. Не думал, что столько красоты такой снимал. Также вижу, что делать будут заборчик, чтобы убрать вид на территорию, на ту трубу котельную. И очень много действий производится. То есть будут высажены большие количества деревьев. Сейчас, видите, военную технику. Местами почему-то такая туша огорожена. Наверное, травма опасна. Люди лазили слишком сильно по ней. Да, изменения, конечно, колоссальные. Потому что это действительно станет местом притяжения сюда. Да, это при том, что здесь есть и парковочные места. Кстати, старая остановка. Так ее не снесли. Скамеечки. Вот эти дополнительные места. Не знаю, под что здесь устанавливают. А тут, посмотрите, техника тоже военная. Я, правда, на нее уже насмотрелся. У меня вау-эффекты какого-то не вызывает. Ну, в принципе, есть. Здравствуйте. Красота, ребятки мои. Смотришь. И душа радуется. Но то, когда твой город меняется, меняется в лучшую сторону. И ты можешь поделиться этим со всей страной. Обязательно отправляйте всем, друзья. Причем, смотрите, это вот старая часть парка техники. Она модернизируется. Здесь мы тоже видим большое количество разнообразных дорожек. Достраивается и туда дальше. Вы помните, я показывал вам очередь эко-парка. А сейчас здесь уже будет строиться новая его часть. Такая более масштабная. Вот отсюда она как раз-таки и начинается. Посмотрите на эту красоту. И дорожки вам, пожалуйста. Какие-то бугорки. Здесь очень много работы проводится. Вижу то, что меня радует больше всего. Это, мои дорогие друзья, то, что здесь сосны спасли. И они остались и вписаны в эту экосистему. О, бамбук высадили. И здесь из бамбука вот такой вот домик. Нет, это из-за кучи ивы сделали такой домик. Прошу прощения. Еще одна беседочка. Сегодня такие уютные. О, камушки. Кто любит смотреть, как у нас выстраивают эти камни и пригодились. И тут можно увидеть как раз-таки дорожки. Оформление их, как они будут выглядеть. Ну, у меня прям вау-эффект вызывает. Просто была заросшая кустарником территория. Из нее делают что-то такое новое, невообразимое. Очень крутое и притягательное в Анапе. Конечно, машины мешают то, что ездят. Но это мелочи жизни. Все, потому что вкупе это в любом случае на въезде в Анапу подсветочку сделать. Представляете, как наше Симферопольское шоссе заиграет и станет выглядеть привлекательным для всех гостей курорта. Точно какая интересная тема. И здесь вот что-то вроде лабиринта для детей сделано. Очень много интересностей, которые меня прям вот радуют. Я думаю, в скором времени увидим его уже в полной мере, весь этот парк, как он будет выглядеть. Завозят новый грунт. Здесь есть еще один бесплатный туалет. А вот это старая часть эко-парка. Как это выглядит в новой версии. Конечно, без листиков это не особо, как вау-эффектно смотрят. Но все равно, посмотрите, какая зона. Вместо заросших кустарником мест сделали такое. А там вторая очередь, по-моему, будет еще круче. И даже сейчас, посмотрите, на велосипедах люди приезжают. Подписчики мои. Камера у меня немножечко отключилась. Не знаю, докуда записался момент. Ну, я хочу выразить восхищение свое этой территории. Чтобы кто не говорил, выглядят они очень красиво. Сделано с любовью, с душой. И, конечно же, такие территории гораздо более приятны, чем просто заросшие или застроенные какими-то объектами, так сказать, торговли, места. Это эко-парк был Алиан. Если бы Пионерский проспект вместо, так сказать, тотальной застройки и продажи участков на нем превратили в такие зоны, то Анапа был бы вообще самой большой жемчужиной на Черноморском побережье. Представьте, 15 километров прогулочной зоны парковой с двух сторон Пионерского проспекта. Это был бы просто вау-эффект. С велосипедными дорожками и со всеми вытекающими оттуда последствиями. Друзья, ждут вас комментариев. Понравился вам эко-парк, не понравился. Очень интересно будет вас услышать, потому что я очень доволен и мне зашло. И старая территория, и новая изменения в парке военной техники. То есть действительно такой объект притяжения становится у нас, в Анапе.